Всем привет, ребят, с вами Акаки, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. И как всегда, в необычный... Это уже третья часть выживания под водой, и я смог в предыдущей части сделать новый оксиген-респиратор на вторую фильтрацию. И теперь мы с вами можем выживать на суше намного-намного дольше. Но этого всё равно недостаточно, надо найти способы, как это всё можно исправить. И кажется, я нашёл этот способ. Но перед этим всем давайте наберём на этом видосе 6000 лайков, если вы ждёте четвёртую часть. Если мы наберём с вами 6000 лайков очень-очень быстро, четвёртая часть выйдет также очень-очень быстро. Но могу сказать одно, у меня сбросили зачарование на мой предыдущий шлем. И теперь у нас нет быстрой добычи под водой. То есть мы с вами добываем всё очень-очень медленно. Но это всё очень легко исправляется. У нас же есть с вами железная кирка, есть также уголь, книги вот только нету, и ведра воды. Хотя ведро воды очень легко наберём. Всё, набрали. Нам сейчас надо сделать две книжки. Всё, этого нам хватит. И нужно сделать себе эту книгу зачарования. Всё, книга готова. Давайте быстренько тогда зачаруемся. Отлично, всё, теперь у нас есть подводник. И как мы добываем теперь? Да, намного-намного быстрее. Но нужно всё-таки найти способ, как выжить на суше. И кажется, я реально нашёл этот способ. Для этого нам потребуется котёл, ведро воды, да и в принципе всё. Воду мы не можем разливать в воду. Но зато мы можем поставить котёл, который будет хранить в себе воду. Не знаю, специально это сделали или нет, но это работает. Но для этого нам также придётся найти, точнее скрафтить себе, один люк. И в принципе всё тогда должно работать спокойно. Но для этого нам придётся с вами сейчас ещё больше добыть себе железа, добыть себе уголька. Мы немножко так себе уровень хотя бы ещё поднимем. И мы сразу же с вами посмотрим, всё работает или нет. Надеюсь, всё реально будет работать. И я не просто так это всё продумывал. Благо мы сейчас хотя бы сделали зачарование подводник. Теперь хотя бы быстрее будем добывать все ресурсы. Всё, железка пусть у нас переплавляется. Всё ненужное мы пока что выложим с вами. Надо бы ещё один сундук себе сделать, а то его у меня как-то уже не хватает. Так же можем добавить? Да, можем. Давайте-ка сразу скрафтим себе люк. Отлично. Два люка, причём не хватит этого. И чё у нас? Да, всё переплавилось. Конечно, не всё, но переплавилось. Делаем с вами котёл. И да, он получился. А давайте сейчас проведём некий тест. Вот, например, мы с вами находимся над водой на суше. Ставим котёл, выливаем воду и сюда ставим люк. Да, работает. А, подождите, нет, не работает. Не понял. Может, надо не деревянное железное сделать? А, подождите, а как делается железное? А, крафтится всё таким образом. Ладно, давайте ещё раз проверим. Ну, должно же сработать. Ух ты ж, ё-моё. Надо ещё и кнопку сделать. А, нет, тогда это вообще не вариант тогда для нас. А почему не работает? Должно же. Мы ж, по идее, находимся под водой, под водой. Правильно. Как это тогда работает? Должно было всё работать. Может, водой это всё будет работать, я не знаю. Надо будет сейчас проверить. Так, смыв воду. Разливаем воду. Надо взять ещё один блок. Всё, поставили. И... Нет, не работает. М-м-м-да. Походу, я тупой. Быстрей, быстрей под воду. Фух. Ну что, наверное, уже спустя как два часа я смог всё-таки связаться с разработчиком этого датапака. И оказывается, он смог это уже пофиксить. Так что теперь можно дышать в котле. Давайте даже сейчас вот здесь проверим. Значит, мы просто ставим, накрываем. Заливаем воду. Накрываемся. И всё. Да, у нас получается. Всё, отлично. Всё работает. Теперь можно будет спокойно отправляться в ад. Ведь для следующего крафта нам потребуется одна книга, восемь огненных зарядов, восемь светокаменной пыли и один пузырёк опыта. Что он будет давать, я не знаю. Для создания огненного заряда нам всё равно придётся сейчас отправляться в ад. Но сейчас мы сразу же добудемся светокаменной пыль и попробуем найти где-нибудь крепость ада. Это всё-таки работает в аду, слава богу. Пошлите тогда за светокаменной пылью. Нет, я... Надо было воду забрать. Зачем я это сделал? Но зато мы теперь знаем, что это реально работает. И так можно выжить. Ладно, погнали ещё раз. Сейчас самая главная задача забрать светокаменную пыль и попробовать найти крепость ада. Быстрей. Опа. Всё. Фух. Ну всё, мы отхилились быстренько. Быстрей, 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 быстрей. Собираем, собираем, собираем. Чтобы это всё не падало. Сколько у меня? Четыре всего лишь надо больше. Давай. Поймал. Фух. Всё. Быстренько в воду, быстренько в воду. Всё. Хорошо. Восемь штучек у нас есть. В принципе, этого достаточно. Сейчас было бы неплохо найти побольше золота. Для этого придётся его накопать, конечно же. И пойти торговаться с пиглянами. Так, быстренько. Всё, забрали. Забрали. Побежали. У меня вроде как было золото, но надо, наверное, побольше его найти всё-таки. И было бы неплохо, наконец-то, найти себе еду хотя бы. Сколько у меня здесь золота есть? А у меня всего лишь 11 штучек. Надо побольше накопать сейчас. И светокаменную пыль я пока что выложу. Она мне вообще пока не нужна. Я совершенно забыл. Нам же огненные заряды могут падать так же, когда мы будем с вами торговаться с пиглянами. Так будет намного проще нам. Но сейчас нам всё-таки нужно найти себе побольше золота. Чем больше золота, тем лучше будет. Сейчас придётся... Ой, как сильно копаться. Так, немножко золота мы с вами нашли. Окей. Сейчас надо как-то пробраться дальше. Мы, кстати, с вами находимся на какой высоте? На 12-й. Здесь можно ещё и алмазики найти будет. Только мне кажется, это будет очень проблематично. Но обсидиан точно мы с вами сможем добыть. Хотя он мне пока что вообще не нужен. О, вот ещё золото. О, алмазы! Это алмазы! Да, 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 это алмазы. Много их здесь? Надеюсь, много. А, 6 штучек. Нормально, пойдёт. Ещё и редстоун заодно возьмём. Я не помню, он пригодится нам дальше или нет. Но на всякий случай всё равно пригодится. Желез нам уже не надо. Нам нужно только золото. А вот где его найти, я не знаю. Мы же, кстати, с вами можем сделать себе плавильную печь. Ой, ой, больно. Так хотя бы быстрее всё будет переплавляться. Но 9 золота всего лишь. Этого очень-очень мало. Ладно, побежали дальше. О, ещё алмазы! Ещё алмазы! Быстрее. Опа, водичка. Нормально, вкусненькая. Я, кстати, вот что ещё понял. Оксиген-респиратор с фильтрацией 2, он намного дольше набирает 100%. Связано это с тем, что больше запас идёт у нас или нет. Вот этого вообще не знаю. Но то, что мы нашли с вами ещё алмазики, это факт. Не, ну алмазы это, конечно, очень даже хорошо. Но всё-таки мне надо побольше. Именно золото! Чё это за звуки сейчас были? Так, и в каком месте я выплыл? А, рядом! Я вроде как в этом корабле был, но почему-то здесь заново появился дроп или мне просто кажется... Ну ладно, в принципе, 48 золота мне должно хватить. У меня там ещё есть 11 штучек. В крайнем случае, будем воду уже добывать. Пока что всё это надо поставить переплавляться. И благо, у меня есть нужное количество железа, чтобы сделать себе плавильней. Так будет намного быстрее. Только для этого, так или иначе, придётся сейчас камень переплавлять. Ладно, пусть переплавляется. Пока что можно, знаете, что сделать? А, в принципе, ничего. 44 железных слитка. У нас броня-то есть, а у нас брони-то нету, ё-моё. Надо бы сделать, надо бы сделать. Ботинки, правда, на подводную ходьбу я не буду никак улучшать. Вообще с ними ничего сейчас делать не буду. Я, наверное, из золота сделаю себе штаны, чтобы меня не трогали пиглины. А также сделаю чизплет, сделаю... А ничего я не сделаю, потому что нету дерева. Сделаю себе также щит. Всё, это будет полезно. Сколько тут у нас уже? 5 камня всего лишь. Ладно, подойдёт. А, в принципе, нам же хватит 6 камня, так что главное сейчас сделать из этих 6 камней. 6 гладких камней и всё, в принципе. Надо сделать, правда, ещё одну печку. Давай, отдавай, отдавай. Фух, всё, пойдёт. Надо забрать ещё весь уголь. Выкладываем крафт нашей плавильни. Всё замечательно. И закидываем сюда ровно половину. Нам получается на это на 3 уголька всего лишь. Делаем вторую плавильню. И переплавляем оставшееся золото. Остаётся только подождать. Ну, а пока у нас идёт переплавка, можем, в принципе, попробовать найти себе овечек. Надо бы сделать себе кровать. Надеюсь, они здесь не очень далеко обитают. И, кстати, у нас же тут рядом растёт тростник. Это хорошо. Его надо будет собрать. Давайте сделаем себе ещё бумагу, если что. Для этого надо ещё найти себе коровок. Много делов. А вот и коровки. Ну что, я пошёл к вам. Оставайтесь там, сейчас приду. Вас там много, надеюсь. Да, вот здесь нормально так. Кожа сколько? Нормально выпало хоть? 5 кожи. Нормально. Давайте ещё одну. Сейчас есть кожа. Ещё есть. Быстрее. Не выпало, не выпало. Такс, надо посмотреть, может, ещё здесь есть? Не вижу. Ай, быстрее воду, быстрее воду. Фух. Я увидел ещё коровок. Идите сюда. Нет, я выживу. Я выживу. Быстрее, быстрее. Фух. 9 кожи. Да, этого нам предостаточно будет. У нас ещё есть с вами тростник. Так что мы с вами сможем его сейчас ещё и выращивать. И пошёл дождь. А под дождём я могу дышать? Нет, не могу. Ладно, пора бежать домой. Давайте его посадим, ну, где-нибудь вот здесь. Да, здесь будет нормально. Здесь ещё, кстати, он растёт. Так что его тоже добудем. 10 штучек. Прям красиво. Всё, хорошо. Расти мой тростничок. И там уже должно было переплавиться, по идее. Так что давайте сейчас быстренько посмотрим. Да, всё переплавилось. Итого у нас с вами 52 золота. Ну, ладненько, пойдёт. А у нас же с вами ещё 8 кусочков. А, ну мы его никак не можем использовать. Ну, думаю, пришло время... А, хотя подождите, надо же ещё еду себе приготовить. Сколько её у меня? А у меня её приличная, я вам хочу так сказать. Даже 48 пшеницы, которую я до сих пор никак не использовал. Это же 16 хлеба, обалдеть! Ну, и вроде как всё. Да, да, это всё. А, подождите. Нет, в плавильной печи нельзя это делать. Стоп, а как делается тогда коптильня? А делается, оказывается, она очень-очень просто. Надо всего лишь добыть себе брёвна. Быстрее, надо побольше добыть себе. Сколько? Наверное, 8 штучек мне будет предостаточно. Ещё 2 надо. Всё, этого достаточно. Бежим быстрее крафтить. Ну, как всегда, нужно сначала же сделать себе печки ещё. Всё, коптильня у нас готова. А почему она не хочет готовиться? Коптильня же она создана для того, чтобы мясо готовить, не? А, ну да, рыбу оно не жарит. Хорошо, я вас понял, я вас услышал. Тогда просто пусть мясо приготовят. Это получается мне что? Ещё одну печку надо сделать, чтобы приготовить обычную рыбу? Походу на то. А, стоп. Тропическую рыбу нельзя готовить. Обычную рыбу, что ли, можно даже в коптильне делать? А для чего нужна тропическая рыба тогда? Вопрос. Вопрос. Но так или иначе, уже всё готово, поэтому можем с вами спокойно отправляться в ад. Котёл у нас на месте. Ведро воды на месте. Можно ещё, в принципе, сделать себе алмазный меч. Да, на всякий случай мы его сделаем всё-таки. Так будет намного быстрее расправляться со всеми. Всё, погнали в ад тогда. Только где вот мне найти этих пиглинов? Ещё и гаст. Серьёзно? Эй, промазал. Справился, справился, справился. Ай, быстрее, 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 быстрее. Тихо, тихо, тихо. А где, где? Не успел. Да боже, что мой. Быстрее. Главное, чтобы там вода не иссушилась. По идее, не должна. По идее, не должна, да. О, тут ещё и порох есть. Порох нам тоже пригодится. Сейчас самое главное найти себе пиглинов и поторговаться с ними. В принципе, они должны где-то здесь находиться. Ясно, нам, конечно, повезёт сейчас. Сто процентов, быстренько ломаем тогда. Всё, бежим, бежим. Главное найти пиглинов. А, ну вот они. Всё, быстренько просто кидаем, просто кидаем. Так, опа. Опа, опа. Фух. Всё. Я забыл им выкопать. Я забыл выкопать. Ладно, я всё равно рядом окажусь. Быстрее к ним. Фух. Так, что у вас там вообще? Что вы там дропнули уже? Обсидиан, да и по сути больше ничего. Ладно, остаётся ещё подождать тогда. Такс, ну кажется, они там уже закончили. Сейчас надо очень-очень быстро всё сделать. Быстренько добыли, воду забрали. Всё, отлично. Что вы там понакидали мне? Очень много всего. Я вижу эндерперлы, вижу эндерперлы. Так, сюда тогда ставим водичку. Всё, выбирайтесь, выбирайтесь отсюда. Не мешайте, не мешайте. Валите отсюда. А чё у вас так много здесь? Это нам не даёт, не даёт, не даёт. Быстрей. Опа. Всё. Хорошо, чё у нас здесь есть? Я уже вижу 24 огненных заряда. Ну и много мусора, кстати. Незерские кирпичи. Обсидиан, кстати, тоже подойдёт. Гравий, вот лишний. Ладно, берём, забираем всё остальное. И всё, кажется, всё, больше ничего полезного нету. Давайте посчитаем, что у нас есть с вами. 18 тендерперлов, 24 огненных заряда, чуть больше двух стаков спектральных стрел, 13 обсидиана, 2 взрывных зелья огнестойкости, 1 зелье огнестойкости. Да и по сути всё. Нам только всё лишнее надо выкинуть, чтобы оно нам не мешало. Всё, надо покушать. Всё, 100% есть. Быстренько валим, быстренько валим. Главное успеть, главное успеть. Хотя бы 50% надо. Сейчас успеем, сейчас успеем. Ладно, этого достаточно. Фух, очень хороший выход у нас сейчас был. Но так или иначе, всё равно придётся ещё торговаться с этими пиглянами. Кстати, как у нас тут выросло? Вообще ничего не выросло, обалдеть. Это мы что, сейчас с вами, получается, можем сделать лук? Ну да, можем. Причём палок ровно хватает. Всё, лук у нас готов. А что пока можно выложить? Слеза газ-то, я не знаю, пригодится нам или нет. Уголь, всё, это можно, в принципе, да, сложить сюда. Фух, это было очень неплохо. Мы можем, в принципе, с вами сейчас ещё один крафт сделать по-быстрому. Для этого нам потребуется 8 эндерперлов, 8 лосося, 8 сырой трески, а также книга. Надеюсь, мы сможем с вами сейчас быстренько это всё найти. Но я очень жёстко тупанул, я же приготовил всю рыбу, что у меня была. Да ё-моё, да как так-то? Может, осталось что-нибудь? Нет, вообще ничего не осталось. Вижу лосось, иди сюда. Так, где мой меч? А, меч, со мной? Подождите, что это ещё? Костная мука! А костная мука, она вообще пригодится? Да, она пригодится! Мне нужна ещё треска. И ещё лосось. Это лосось? Нет, это не лосось. Эм. А чё это за постройка такая? Здесь есть сундук и пшеница. И удочка на приманку один. По идее же мы можем с вами порыбачить, да? Может, нам попадётся что-нибудь полезное? Ну, это, наверное, потом уже посмотрим. Сейчас главное найти... О, вот треска, треска. Шесть, надо ещё две. Ну-ка, иди сюда, лосось. И вы тоже сюда давайте. Так, сколько уже? Уже четыре. Хотя, подождите, я же больше вроде добыл. А, я не собрал просто. А, девять штучек, нормально. С запасом может собрать, а? Всё, поплыли домой. Так, что-то нам ещё раз там надо. Обычная книга. Восемь сырого лосося. А также восемь эндерпёрлов. Конечно, очень много придётся сейчас. Но, надеюсь, книга зачарования того стоит. Ладно, погнали. И что у нас получилось? Чародейская книга на Тегун 3. М-м-м, да. М-м, да. Бесполезно. Бесполезно. Я понимаю, если бы у меня был трезубец. Просто идеальное оружие. Можно было бы летать вообще по воздуху, когда идёт дождь. Эх, а так вообще бесполезно. А трезубец, если что, крафтится из четырёх палок эфрита, шестнадцати кварца, двенадцати призмарина и двадцати четырёх кусочков призмарина. У меня, кажется, есть, да, есть кристаллы призмарина точнее. Но всего лишь одна штука, а надо их таких. Очень-очень много. Походу, этим будем заниматься уже в следующей серии. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравилась данная часть, обязательно ставьте лайк. Давайте наберём на этом видосе шесть тысяч лайков, и тогда сразу же выходит продолжение. Не забывайте также подписываться на канал, жмякать на колокольчик и не забывайте рассказывать друзьям. Ну а с вами был Акаки. Ещё раз всем спасибо за просмотр. Всем пакедова.